Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда TVT Expert. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник, хоть в США и выходной, но есть смысл подготовиться к этой торговой неделе. Начнем мы с американского доллара, который начинает формировать признаки остановки текущей коррекции. И первым признаком является то, что у нас позиции фондов и позиции хеджеров сильно разошлись. То есть фонды практически полностью покинули свою лонговую позицию, у них осталось всего 17 тысяч контрактов. И на текущий момент они пока сильно не сбрасывают. То есть если мы посмотрим изменения за последних несколько недель, то мы видим, что тут максимум 1000 контрактов ушла из рынка. Хеджеры, в свою очередь, постепенно плавненько накапливают лонговую позицию. То есть они сокращают нетто шортовую позицию путем добора лонговой позиции. Плюс в рынке появилась дивергенция и она продолжает развиваться. Дивергенция кумулятивных дельт. Мы видим, что количество указывает, количественная дельта указывает, что больше покупают как раз по рынку. А дельта по объему указывает, что больше объема продают в рынок. И это всегда создает дисбаланс на рынке. И это интересный момент, интересное время для того, чтобы как раз рассматривать варианты разворота текущей тенденции, текущей нисходящей истории. Но я не говорю о тотальном каком-то развороте, что все, доллар только вверх и обновлять локальные максимумы. Нет, с большей вероятностью мы увидим банальную коррекцию текущему нисходящему движению. Возможно с целью сбора ликвидности выше отметки 105-106. Возможно с закреплением даже выше уровня объема 106.84. Но пока что это будет все просто коррекция к текущему падению. Потому что фундаментальные ситуации не поменялись, картина не поменялась. ФРС с большей вероятностью повысит процентную ставку на следующем заседании только на 25 базисных пунктов. Рынок закладывает 100% вероятность такого сценария. На этой неделе еще будут выходить ряд данных, статистических данных по инфляции и в других регионах, кроме США. Поэтому это также будет влиять на настроение инвесторов. Посмотрим. Пока что сценарий рассматривать лонг-приоритет по американскому доллару. Соответственно остальные валюты будут под небольшим давлением. И если мы посмотрим на соточеты, к примеру, того же евро, вы увидите, что фонды по-прежнему накапливают лонговую позицию в основном. Плюс 18 тысяч контрактов за предыдущую неделю. Хеджеры в свою очередь накапливают шортовую позицию. Это нормально. И неподотчетные трейдеры в том числе накапливают лонговую позицию. Соточеты указывают нам на то, что текущая тенденция набора лонговой позиции со стороны фондов, она продолжается, несмотря на то, что мы достигли значительных максимумов. И несмотря на то, что в рынке всегда есть какой-то продавец, кто продает, а лимитный покупатель все это выкупает. С большей вероятностью, это как раз таки фонды и лимитно выкупают европейскую валюту. Пока лонг приоритет сохраняется до момента, пока фонды не начнут сокращать свою лонговую позицию, поэтому здесь я рассматриваю лонг сценарий, продолжение лонг сценария. Более рисковый вариант это заходить от уровня объема 1.0850 с целью 1.1 до 1.11. Более сейвовый вариант на негативных новостях по еврозоне по поводу инфляции, индекса потребительских цен, заходить чуть пониже, если дадут эту цену чуть пониже. То есть более спекулятивный вариант это дожидаться момента дивергенции кумулятивных дельт на внутридневном таймфрейме, до образования HFT на локальном минимуме и после этого уже поход вверх. Вот самая вкусная и интересная зона это как раз таки опуститься в район отметки 1.0750, где мы как раз и видим, что сформировался такой красивый минимум, за который прям хочется поставить стопики и здесь эти стопики могут реализовать. Хочется поймать там стопики? Пойдем туда поймаем. Вот и после образования здесь точки входа можно будет рассматривать вариант, лонговый вариант. По остальным валютам не так все красиво. То есть если мы будем смотреть соточеты швейцарского франка, к примеру, мы здесь видим, что в основном идут закрытия позиций, только неподотчетные трейдеры в основном накапливают лонговую позицию. Здесь самое серьезное изменение это как раз в их позиции. Таким образом швейцарский франк использует как возможность поработать в догонялке вместе с европейской валютой. На этой неделе будет выступать председатель банка Швейцарии, поэтому с большей вероятностью волатильность будет повышенная и таким образом можно попытаться как раз поработать в сторону сближения евро и швейцарского франка, которые в последнее время немного разошлись. То есть если мы посмотрим внутридневные спреды между евро и швейцарским франком, мы видим, что европейская валюта уже успела обновить свой локальный максимум, а швейцарский франк достаточно далеко от своего локального максимума. И расхождение у них уже стандартное, поэтому есть смысл как раз рассматривать возможность поработать на сближение по этому спреду. Дальше. Дальше у нас австралийский доллар. По австралийскому и новозеландскому доллару картина выглядит плюс-минус одинаково. Сот-отчеты нам указывают на то, что идет тотальное закрытие позиций, и только хеджеры в основном накапливают шортовую позицию. У них достаточно длительный промежуток времени была нет-толонговая позиция. Она у них в принципе и сохраняется, но сильно просела в последнее время. До 33 тысяч контрактов с... здесь вот в моменте она была 65. Грубо говоря, в два раза сократили свою лонговую позицию с локальных минимумов до текущего момента. Процесс выхода из позиции чаще всего это достаточно длительный процесс. Соответственно, актив может еще некоторое время болтаться в неком боковичке с нотками повышения, но это хорошая возможность для того, чтобы рассматривать шорт-приоритет по этому инструменту в среднесрочной перспективе. Новозеландский доллар чувствует себя еще слабее, чем австралийский доллар. Здесь хочу отметить то, что в последних три дня много покупают, но цена не двигается вверх. То есть она не смогла выйти за рамки диапазона, который был сформирован на предыдущей неделе. Это и в целом находится ниже максимума за текущий фьючерсный контракт. Австралиец, на секундочку, он выбился выше максимума за текущий фьючерсный контракт, закрепился выше уровня объема за сентябрь 2022 года. Новозеландец этого не смог, не смог закрепиться выше максимума. Поэтому я считаю, что эти две валюты будут чувствовать себя слабее рынка. Здесь и соотчеты указывают на то, что не накапливают позицию, просто ее закрывают. То есть пока неинтересен новозеландский доллар в плане торговли. И когда актив неинтересен, то с большей вероятностью он уходит в коррекцию. Поэтому я считаю, что австралиец и новозеландец есть смысл рассматривать шорт-приоритеты. Шорт-приоритет по новозеландцу, прям точка входа, с большей вероятностью появится у нас на обновлении локального максимума. Когда соберут стоповую ликвидность шорт-участников, там у нас формируется отличная контратака продавцов. И от этой контратаки можно будет как раз рассматривать шорт. Канадский доллар пока болтается вблизи сопротивления. Здесь ничего интересного не происходит, к сожалению. Да и по соотчетам там тоже ничего сильно не поменялось. Поэтому пока без внимания. Британский фунт. Вот по британцу, обратите внимание, тоже в последних три дня много покупают. Но это приводит к тому, что цену двигают все выше и выше. Поэтому я считаю, что по британцу есть смысл еще рассматривать лонг-приоритет, несмотря на то, что фонды постепенно-постепенно уходят из этого актива. Мы видим, что они начали сокращать свою лонговую позицию и достаточно серьезно ее сокращают. Фонды сокращают лонговую, хеджеры накапливают немного лонговую позицию. Но здесь дисбаланс налицо. То есть фонды закрыли 8 тысяч контрактов, а хеджеры накопили чуть меньше 4 тысяч контрактов. И в целом это приводит к тому, что инструмент чуть-чуть растет. Я считаю, что по британцу обновление локального максимума, оно более вероятно, чем по новозеландцу. И здесь как раз за локальным максимумом и сосредоточена основная стоповая ликвидность. И вот это движение маленькое я планирую использовать вместе со спредом в спреде с японской иеной, которая уже успела обновить свои локальные максимумы, по которой мы видим, что прошли крупные продажи прямо на хаях. Здесь попытка продавцов удержать цену и пока им это удается. Здесь явное сопротивление маркет-продавцов, которые планируют распродавать актив, как только цена достигает отметки 0.79. Это стоит использовать. По японской иене сот-отчеты также указывают на то, что в основном идут закрытия позиций лонговых. И только хеджеры немного накопили шорт-позиции от локального максимума на последнем движении. Теперь давайте посмотрим сразу и спред британец против японской иены, который в последнее время смотрится достаточно интересно. Японская иена обновила максимумы плюс 11% за текущий фьючерсный контракт, обновила свои локальные максимумы плюс 6% с открытия текущего контракта. А британский фунт где-то там болтается внизу, вот он там серенький, 0.4%. И как раз вот это схождение небольшое, оно и приведет к тому, что спред достаточно быстро сдвинется. И в пунктах это будет существенное движение. Поэтому и учитывая еще и то, что британец против японской иены это самый волатильный кросс-курс на валютном рынке, поэтому здесь все будет очень быстро. Я люблю, когда появляются точки входа, точки спреда по этой паре. Поэтому здесь мы можем поставить, что сегодня есть смысл рассматривать точки входа в лонг. Это среднесрочная торговая идея, максимальная ее цель, это там временная цель, это около месяца. Но с большей вероятностью за неделю-две мы увидим и уже результат текущей ситуации, текущего спреда. На этой неделе будет выходить статистика по инфляции в Британии и еще и по производительности труда. Розничные продажи будут выходить, это будет создавать движение на рынке. И соответственно эти движения могут привести к тому, что и уже на этой неделе позиция будет закрыта. Дальше у нас крипта, которая открылась с гэпом, достаточно приличным гэпом. Эфир все-таки пробился выше уровня сопротивления. Работа на пробой этого уровня, этой области, она пока отрабатывает себя отлично. И уже достигли уровня объема за сентябрь 2022 года. Я считаю, что это отличная цель. И здесь есть смысл либо полностью уже выходить из позиции, либо закрыть большую часть позиции. В последнее время активизировались майнеры на рынке биткоина, которые начали активненько сливать битки после такого движения. 25% все-таки на дороге не валяются, учитывая то, что они накапливали значительную часть битка в последнее время, а счета все-таки платить нужно. Это первое. Второе. Я не вижу супер сопротивления лимитного в рынке. То есть если проанализировать стаканы крупнейших бирж, агрегированные стаканы, то мы увидим, что не спешат выставлять лимитные продажи. То есть аппетит к риску еще есть. И с большей вероятностью на этой неделе импульс продолжится, так как мы начинаем обновлять локальные максимумы, собирать стоповую ликвидность шортистов. И это может еще немного разогнать цену вплоть до 20 января. Почему 20? Там будет одна из крупнейших экспираций в начале года. Это январьская. Появились эти контракты в середине, даже нет, в начале предыдущего года. Соответственно, это, грубо говоря, еще одна годовая экспирация. В декабре была годовая, да, и сейчас еще одна, грубо говоря, годовая экспирация. Много ликвидности там залочено, много денег там на экспирации. И, соответственно, это будет создавать движение на рынке, волатильность. Это первое. Во-вторых, продавцы опционов, те, кто и продает, в принципе, и покупатели в том числе, они готовятся к этому событию. Либо частично закрывают свои позиции, либо частично хеджируют их, либо нейтралят. Поэтому это будет создавать крутые возможности для внутридневных сделок. В среднесрочной перспективе, в перспективе недели, я вижу смысл еще рассматривать спекулятивные лонги по этим инструментам. Учитывая то, что огромный шорт интерес был сосредоточен как раз в районе локального минимума, в районе отметки 17 тысяч. Там много пут опционов покупали. Соответственно, те, кто их покупал, сейчас особо ничего и не зарабатывают. Тут нужно будет еще посмотреть уровень наименьших выплат по опционам, но с большей вероятностью это мы уже в пятницу и посмотрим. Аналогичная ситуация и по эфиру. Уровень объема сопротивлял. Как хорошо пошли. Может, не, ну сегодня Америка выходная, сегодня супер ярких движений не должно быть. Дальше у нас золото, которое продолжает свое шествие вверх по чуть-чуть. Тут без комментариев. Сейчас благоприятное время для роста золота. Будет оно дальше расти или нет, уже в принципе не важно. Для спекулятивной торговли точно не важно. Лонг сценарий был сформирован значительно ниже. Там было преимущество во входе, но достаточно быстро они убрали это преимущество путем того, что цену вытолкали значительно выше. Поэтому без комментариев. Нефть. Здесь тактика остается прежней. То есть все, что вблизи уровня 70 и ниже до отметки 60, это интересные области для среднесрочных и долгосрочных покупок. Пока США не накопят в свои резервы достаточное количество, либо не скажут, что все, мы перестаем накапливать. Но тогда мы увидим значительное снижение. Учитывая то, что еще и Китай начинает по чуть-чуть открываться, на этой неделе выйдут данные по ВВП Китая. Ожидается небольшое снижение, но деловая активность с большей вероятностью вырастет. Так ожидают аналитики. Это поможет котировкам нефти устоять на текущих уровнях, возможно даже вырасти. Поэтому спекулирование вот в этом диапазоне, когда пытаются продавливать отметку 70, я вижу в этом смысл. Здесь отличнейшие движения по 10%, нефть туда-сюда отскакивает. Брать шорт вблизи уровней сопротивления я особого смысла не вижу, так как у нас пока потенциал смотрит вверх. Это также подтверждает медь, которая устояла выше локальных максимумов, закрепилась выше уровня, выше отметки 4. Медь – это основной индикатор промышленности. Если промышленность все окей, то медь растет. Поэтому я считаю, что рост меди – это косвенный признак того, что спрос на нефть будет расти. Таким образом и нефть тоже будет подрастать. По поводу меди мы видим здесь сильное расхождение в позициях фондов и позициях хеджеров. Фонды резко накопили крупную лонговую позицию. У них до этого было минус 4000 контрактов. До этого они вообще в шортах сидели. И сейчас они полностью перевернулись уже в лонговую сторону. Поэтому здесь в принципе можно выделить и коммерческий уровень, уровень спроса, который как раз и интересен участникам. Давайте посмотрим, как делаю это я. Выбираем профиль объема за последних 5 дней. За то время, когда был сформирован отчет. Здесь нам нужен стандартный volume профиль. И смотрим, где больше всего объема как раз было проторговано за это время, за предыдущий отчет, за предыдущую неделю. Так как нас интересуют как раз таки данные за предыдущую неделю. Больше всего объема было сосредоточено вот в этой области. Чаще всего у вас будет одна область, все остальные будут не такими большими. И чаще всего она будет проходить там, где больше всего было на торговом, где больше во флете простояли. Поэтому пока мы находимся выше этой области, есть смысл рассматривать лонговые сценарии. И пока мы, если мы закрепимся ниже этой области, да, прям продавим ее, тогда мы будем рассматривать шорт-приоритет. Значит, лимитная сила не такая большая. Но пока мы находимся выше, лонг-приоритет сохраняется. Так, фондовый рынок. По поводу фондового рынка на этой неделе полным ходом будет идти сезон отчетности. Соответственно, все внимание будет как раз на то, заработали компании больше, чем за предыдущий квартал, либо нет. Потому что инфляция чуть-чуть уходила в этом квартале, да, в предыдущем, точнее, квартале. Соответственно, данные за предыдущий квартал должны отображать это. И если они это будут отображать, то тогда рынок прям оживет. Ведь инфляция действительно уходит с рынка и с большей вероятностью ФРС перестанет так жестить. И компании тоже начнут зарабатывать. Вместе с фондовым рынком может оживиться и рынок крипты еще больше. Почему? Потому что портфельные инвесторы, они чаще всего держат аллокацию в рисковых активах, среднерисковых и безрисковых. И чем меньше доходность и чем больше аппетит к риску, тем больше аллокация в рисковых активах. Крипта как раз относится к рисковым активам. JP Morgan, например, купили акции компании Digital Group, Currency Group. Это Bitcoin Trust, Grayscale Trust. Таким образом, они сократили дисконт на 12 или 13%. Это существенная покупка. Grayscale покупает за деньги JP Morgan биткоины в свой фонд и таким образом толкает цену дальше вверх. Соответственно, чем больше компаний хотят получить аллокацию в рисковых активах, в том числе и биткоине, тем больше веса будет иметь этот актив в портфелях, тем больше денег туда заедет. А учитывая то, что это не очень ликвидный рынок, то цена может прям достаточно бурненько расти. Экспирация 20 января, она также здесь будет иметь важную роль, большой вес. И в основном участники рынка смотрят как раз на вот эту наклонную, которая сформирована еще с апреля месяца предыдущего года. Да, сейчас как раз цена подошла и пытается ее тестировать. Мы видим, что много начинают продавать. Вот по кумулятивной дельте, посмотрите, много продают по рынку. В принципе, по количеству тоже начали активненько продавать. Вблизи уровня объема. Чаще всего это все заканчивается хорошим шортсквизом, с закреплением даже выше уровней объема, с обновлением максимума за текущий фьючерсный контракт, который был установлен практически сразу после листинга этого контракта. Поэтому я рассчитываю на то, что сезон отчетности будет отличным, лучше, чем предыдущий. И это уже круто. Я рассчитываю на то, что фондовый индекс и в целом фондовый рынок будет обновлять новые максимумы, устанавливать за текущие фьючерсные контракты. Поэтому у меня пока лонг приоритет по этим инструментам. Здесь лучше всего себя чувствует как раз таки индекс Russell, который уже в районе максимума за текущий фьючерсный контракт, несмотря на то, что здесь достаточно много и продавали, и цену продавливали. Но он упал не так сильно, как S&P со своего максимума. Ну и мы видим, что S&P достаточно далеко от своего хая. Соответственно, когда растут акции малой и средней капитализации быстрее за индексы широкого рынка, это говорит нам об аппетите к риску. Что подтверждает мои слова о том, что сейчас идет активное ребалансирование своих портфелей, с учетом того, что ФРС с большей вероятностью перестанет так агрессивно ужесточать монетарную политику. Золото-серебро спред на сближение до сих пор актуальный, серебро еще не обновило свой максимум. И я считаю, что в момент, когда золото застрянет в боковике, серебро как раз в этот момент будет догонять золото. Поэтому это будет отличная возможность, она в принципе и сейчас уже сформирована, для того, чтобы взять шорт на золото, купить серебро, и шорт по золоту не сильно будет минусовать, и серебро даст отличную прибыль. Нефть против Мазута здесь пока ничего не поменялось. S&P против Рассела мы видим, что с начала месяца, с начала года Рассел значительно выбился. То есть здесь на 3% расхождение, и это уже больше, чем среднее расхождение. Но пока шортить этот спред я не планирую за счет того, что как раз таки Рассел пока в фаворе. Пока идет ребалансирование до заседания ФРС, я считаю, текущая тенденция будет сохраняться. И у нас остается, ну S&P против Dove там не сильно ничего не поменялось. У нас как раз остается спред японская иена против британского фунта. И здесь, ну в принципе, свои мысли я озвучил, поэтому буду работать на сближение по этому спреду. Стоит быть готовым к тому, что это очень волатильный кросс-курс, и есть смысл как раз плавненько накапливать позицию. Не так агрессивно, не просто одним входом залететь, поставить стоп-тек и ждать. Нет, формировать позицию более грамотно, таким образом получить более выгодную среднюю цену и значительно лучше соотношение риск-прибыль. Также хочу напомнить, что еще работает розыгрыш, ссылки будут в описании. 1 февраля разыграем призы, будьте готовыми к этому. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. До встречи в новых видео. Хорошей торговой недели. Хорошей торговой недели.